Всем привет! В эфире Универньюз. С тобой я, Мутугулина Гульфия. Сегодня в выпуске. Татарстан показал большие успехи в научно-инновационной сфере. Войдут ли теперь вузы республики в глобальные рейтинги? В центре коллективного пользования Казанского университета ждет глобальная перезагрузка. Студенты КФУ приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню русского языка. Первое серьезное обсуждение академическим сообществом будущего научной и образовательной сферы республики с участием президента Татарстана состоялось 5 июня. Как сделать так, чтобы наука и промышленность республики в координации с правительством Татарстана вышли на лидирующие позиции не только в стране, но и в мире? Шел предметный профессиональный разговор с ректорами вузов и руководителями крупных предприятий. Что необходимо для достижения данной цели, выясняла Аделя Шамилова. 5 июня состоялось первое заседание Совета при президенте Республики Татарстан по науке и образованию. Встреча прошла на одной из площадок Казанского национального исследовательского технологического университета имени Туполева сразу после демонстрации возможностей к НИТУ КАИ. Татарстан по-прежнему показывает заметную положительную динамику в научно-инновационной сфере. Многих интересует, в какой мере ощутимый рост восполнил упущение в области фондирования научной и научно-технологической деятельности, которые наблюдались в 90-е. Данный вопрос поднял в частности ректор КФУ. В своем выступлении Ильшат Гафуров обратил внимание на судьбу большого количества вузов и научных центров в Казани. Поскольку подавляющее большинство вузов работает исключительно как образовательное учреждение, поставляющее кадры для нужд народного хозяйства. Поэтому зачастую при встрече с руководителями предприятия, как радости руководители почти всех наших крупных предприятий находятся и здесь, всегда возникают одни и те же вопросы, кого, для кого и какого качества специалистов мы готовим. Также ректор КФУ упомянул о глобальных рейтингах научных центров. На сегодняшний день только Казанский федеральный представлен в мировом пространстве, несмотря на то, что каждый из крупных университетов Татарстана работает как минимум на один из предметных рейтингов. Теперь всем высшим учебным заведениям республики предстоит выйти из исключительно образовательной системы концепции «Университет 1.0» и перейти в число вузов, разрабатывающих и внедряющих технологии, перейдя в работу концепции «Университет 3.0». Немало важно, что и рейтинги способны увеличить престиж региона на глобальном рынке. Существующий у нас до ныне формат организации высшего образования мировой аналитики традиционно классифицируется как «Университет 1.0». Цифры обозначают количество миссий университета. В свою очередь, университеты модели 2.0 нацелены на обучение и научные исследования одновременно. А вот уже в университете 3.0, в формате которого работают ведущие вузы мира, в последние миссии добавляется еще и коммерсализация знаний. В итоге первого заседания удалось достичь понимания необходимости выводить вузы республики на международный уровень. По результату заслушивания докладов и последовавшего обсуждения Совет внес полтора десятка рекомендаций для формирования президентом Татарстана поручений и внесения поправок в законодательные акты. Несмотря на то, что первое заседание ставило своей целью лишь сбор общей информации по поставленной проблематике, следующие встречи будут носить более сфокусированный характер и проводиться регулярно. 6 июня Казанский университет и Hitachi High Technologies обсудили создание в КФУ центров коллективного пользования нового поколения. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 6 июня Казанский федеральный посетила делегация Hitachi High Technologies, которая обсудила с представителями университета создание в КФУ центров коллективного пользования нового поколения. Hitachi High Technologies создает уникальные технологии и инновационные производства, высококлассные аналитические и измерительные приборы, которые используются и на базе КФУ. Хочется сказать, что КФУ работает по самопередовым сегментам науки, которые нам интересны. В ходе встречи также состоялась и церемония вручения награды Hitachi High Technologies директору междисциплинарного центра аналитическая микроскопия Юрию Осину за выдающийся вклад в развитие аналитической электронной микроскопии в университете и округе. Наш центр формировался, нашему центру, я хочу сказать, уже 3,5 года. Это он был создан по приказу ректора, как центр коллективного пользования. И за 3,5 года мы достигли довольно неплохих успехов. Это оборудование востребовано во всех направлениях. Сегодня была показана презентация, что мы работаем со всеми направлениями. Это и физика, и химия, и нанотехнологии, что сейчас очень актуально. Это и геология, это и материаловедение. То есть абсолютно весь перечень объектов, которые необходимо анализировать. Работа с оборудованием Hitachi активно проводится практически во всех направлениях, где необходимо проводить анализ. Благодаря работе с Hitachi и проводимыми исследованиями, ученым удается добиться достойных результатов. Стоит отметить, что совместно сотрудничество с Hitachi High Technology проводится 2014 года. Некоторым ученым уже удалось пройти стажировку на бате Hitachi High Technology в Германии. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. 6 июня в городе Казани прошло торжественное мероприятие и лекция, посвященное Дню русского языка и 218-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Подробности узнавала Аурелия Сташкова. Смотрим. 6 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню русского языка, 218-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в парадном возложении цветов к памятнику великого писателя с участием представителей руководства Татарстана. Там же прошел поэтический митинг. Завершением праздника стал торжественный концерт. Также ежегодной традицией является лекция, посвященная Дню русского языка и литературы. На мероприятии выступили со своими докладами профессора и доценты кафедры русского языка и прикладной лингвистики. День русского языка начинает праздноваться с 2011 года в России. И учрежден этот праздник в 2010 году по инициативе ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций. Совершенно естественно, что этот день совпадает с тем днем, который для русского человека уже много лет является Днем русского языка. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И поскольку в последние 10 лет этот праздник широко отмечается, то о нем знают буквально все. Я не думаю, что существуют люди, которые бы этого не знали. И, конечно, наша высшая школа русской зарубежной филологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации, отмечает этот день ежегодно. И традиционно мы отмечаем этот день актовыми лекциями ведущих преподавателей, которые рассказывают о том, как язык Пушкина трансформируется в литературе, в языке сегодняшнего дня. Сегодня у нас будет очень интересная лекция молодого преподавателя о пушкинском мифе в русской рок-поэзии, которая уже считается классической рок-поэзией 80-х годов. И это мероприятие традиционно привлекает большой интерес, потому что русская литература жива, русское слово живо. И, конечно, все это продолжает развиваться. Праздник способствует творческому общению, является источником вдохновения и укрепляет развитие русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Аурелия Сташкова, Ленарда Влитяров, Универньюс. Казанский федеральный университет славится многочисленными достижениями талантливых студентов, преподавателей и, конечно же, ученых. Одному из выдающихся выпускников КФУ посвящена выставка, которая 5 июня открылась в Музее истории КФУ. Основатели отечественной хирургии именно так назвали выставку, посвященную 160-летию со дня рождения Василия Разумовского. Выдающийся русский хирург, талантливый ученый, педагог, общественный деятель и организатор российского здравоохранения. Он более 30 лет был неразрывно связан с Казанским университетом, является его выпускником, также преподавал здесь. Окончив университет, защитив докторскую диссертацию, он всю свою жизнь посвящает хирургии. Он обогатил медицинскую науку целым рядом новых операций, разработанных творческим им, и сумевших практике это показать. И то, что он создал в Казани, в России нейрохирургию, и стал ее основоположником. Выставка, посвященная выдающемуся нейрохирургу, открыта в Музее истории КФУ до 1 августа. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Универньюс. Это были все новости на сегодня. Еще больше интересных студенческих событий смотри в наших социальных сетях. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok